Ранее эти дома находились в ведении Министерства обороны. Позже были переданы на баланс муниципалитету. А вот котельная, которая отапливает эти дома, а также общежития, ФАП и детский сад, так и остались в собственности военных. Это старая котельная Министерства обороны. И многоквартирные жилые дома запитаны от этой котельной. Котельная в неудовлетворительном состоянии. Каждый год жалобы жителей на недостаточное теплоснабжение. Так как котельная принадлежит Министерству обороны, администрация вкладывать деньги на ремонт и реконструкцию данной котельной не вправе. Поэтому было принято решение о проектировании и строительстве новой блочно-модульной котельной. В 2015 году был выполнен проект строительства котельной и получено положительное заключение государственной экспертизы. В этом году его удалось включить в краевую программу «Модернизация систем теплоснабжения». Нам выделили средства на строительство котельной, краевые и местные. Строительство начато в конце лета и планируем его завершить до конца текущего года. В настоящее время уже ведутся работы по завершению строительства тепловых сетей, обвязки газгольдеров, выполняются работы по устройству ограждения. Мощность новой котельной – 2500 кВт. Работает на сжиженном углеродном газе. Пока источником газа являются три подземных резервуара – газгольдера. Но в будущем котельную можно будет подключить и к сетевому газоснабжению. Протяженность тепловой сети – почти 2,5 км. Оборудование самое современное. Здесь даже не понадобится присутствие оператора. Умная электроника будет управлять теплом без вмешательства человека. А в случае сбоя в работе сигнал незамедлительно поступит к специалисту. ДжСМ-модем стоит здесь. Ему будет приходить уведомление о том, что что-то пришло в неисправности. Внутренние работы по установке оборудования полностью завершены. Рабочие приступили к облагораживанию территории. Для местных жителей это знаковое событие. Совсем скоро долгожданное и стабильное тепло придет в их дома. Очень большие средства будут вообще на эту котельную затрачены. Но я надеюсь, что у нас будет тепло, будет у нас вода. Ну и естественно, я думаю, чтобы те, которые ведут монтаж этой котельни, после себя оставили плавустроенную территорию. Ну а мы, как местные жители, посадим здесь цветы, кустарники. И я думаю, все будет у нас нормально. Сейчас завершаются последние тестовые проверки. И уже 11 декабря приступят к пусконаладочным работам. Руслан Душевский, Анапа, регион.